Практическая психология Практическая психология И потом я поняла, что работает Я увидела, как я расту, как я меняюсь Как из какого-то хаотического состояния У меня появляется какой-то вектор направления И каждый год мои цели менялись И я видела свой рост Я видела, что выполняется, что не выполняется И с 2014 года я решила заниматься этой темой профессиональной И уже помогать другим Вот такую красную дорожку себе прокладывать Этот красный вектор Вот смотрите, совсем недавно мы Делали там, да Чуть ли не всем коллективам Там карта желания Кто-то прописывал себе какие-то задачи Кто-то там рисовал Это всё визуализировал В общем, методик, слава богу Огромное множество Но часто мы такое слышим Что да, я всё это сделал Вы понимаете, но по-прежнему И топчусь на одном и том же месте Как-то не продвигаюсь я к цели Как-то не реализуются цели мои Что происходит? Что происходит с людьми? Что происходит с этими самыми целями? Они какими-то становятся сказочными Невообразимыми Как с этим разобраться? Я признаюсь честно Прошла этот же путь Сто целей я себе писала Как-то желание Некоторые вам бревают Техтриста Написать Да, да, я это всё писала Лично на мне не сработало И, соответственно, я тоже для себя искала Ну, как бы ответ на вопрос Почему же цели не выполняются? Ну, я же так классно Всё по технологии написала Особенно, когда я прошла обучение коуча Ну, там же просто технология Да, это Ну, всё шито А плюс Б Плюс Ц Да, да, да И всё должно получиться Всё должно получиться И почему не получается? Вот И именно вот Для этого я и создала свою колоду Чуйка Чтобы цель посмотреть С разных параметров То есть в своей колоде Я просматриваю порядка 16 аспектов И где-то вот это как раз и выходит Что не так Что самое главное Что будет именно камнем преткновения Конкретно в этой цели Конкретно у этого человека В конкретное время Хорошо Вот давайте начнём прямо С самого первого этапа Человек приходит и говорит У меня тут парочка целей Вот Чем отличается цель от замысла? На самом деле это очень продвинутый клиент Который приходит и говорит Что у меня есть парочка целей Вот Чаще всего это Я чего-то хочу Не знаю чего Вот И соответственно Нужно как-то помочь Направить человеку Хотя бы выявить потребности Хотя бы Что сейчас актуально Вот И начинаем мы С поиска Вот этой актуальности Потребности В своей практике Я использую Колесо счастья Там 16 сфер То есть какая-то из этих сфер Точно откликнется Где-то мы найдём И хотя бы вот с этим Начнём работать А по поводу Что такое цель и замысел Вот я честно скажу Хотя Да Я позиционирую себя Как коуч цели и полагания Но само слово цель Вот оно как-то у меня Лично не резонирует То есть я очень долго искала Слово Которое Резонирует Вот И я побывала На семинаре Комплексной сказкой терапии И вот они там Рассказывали про слово Замысел Замыслить Вот И даже когда произносишь Я хочу Подразумевая цель Да И вот лично у меня Это образ такой Маленькой капризной девочки Которая топает ножкой И говорит Я хочу Вот прямо здесь И сейчас И чаще всего Либо это наша Какая-то неудовлетворённая потребность Либо это наш Эго Эго Которое говорит Да у тебя вообще Мир без границ Давай А вот А когда без границ Так сложно, да Как недаром Есть такая поговорка Ты берегаться не теряй Да-да-да-да-да Вот И А слово Замысел Замыслить Я замысливаю Оно даже по энергетике Это я по своим ощущениям По энергетике Оно как-то вот Прямо вверх идёт Энергет То есть вот У меня ещё есть такое понятие Масштаб цели И у каждой как бы цели Есть свой Ну масштаб Да Свой размер То есть что-то Это мышка На самом-то деле А что-то это слон И соответственно Вот если разбирать Аналоги слова цель Их много на самом деле Только Ну вот у меня заложено Их порядка Тридцати только аналогов Что это может быть Вот человек пришёл Вот с чем он пришёл Да Вот как это называется Вообще по масштабу То вот например цель Это четвёртый уровень сложности Их всего пять То есть уже что-то Очень масштабное А там может быть Просто купить машину Да То есть это может быть Какое-то простое действие Как бы уже кажется тяжело Слово замысел Оно более по себе нейтрально И его можно Он как бы первого уровня сложности И соответственно Можно его докрутить До пятого То есть он способен Вот этот замысел Трансформироваться Да А цель Она уже изначально идёт Четвёртого уровня То есть уже изначально тяжело Я ещё не приступила Уже тяжело Это как бы на восприятии Да Психики Да Человека Да То есть цель Она тебя как будто бы Отягощает Да Ты как будто бы Уже начинаешь двигаться И тебе Да Уже тяжело Сдвинуться с места Правильно Да Я поняла Вот такой образ Хотели нам нарисовать Хорошо Приходят клиенты И говорят У меня всего лишь Маленькая хотелка Отлично Да Ну то есть это какой-то уровень Давайте разберёмся С вашей хотелочкой Да То есть И её вот уже легко Трансформировать Да Поднять на другие уровни Да Или это тоже будет зависеть От масштаба личности Которая захотела Это зависит от масштаба цели Потому что для кого-то Это маленькая хотелка Всего лишь А по факту Это действительно может быть Очень серьёзная цель А для кого-то Это серьёзная цель А по факту Это маленькая хотелка На раз-два-три Да И как раз Когда вот человек видит Как он воспринимает Картину Да Как он видит свою хотелку И как эта хотелка Выглядит в реальности Это не всегда Две одинаковые картины Очень мало у кого Они совпадают Просто на своей колоде Я протестировала уже Более ста целей У меня уже такой Это знаете Практически какой-то опыт Уже набран И очень редко совпадает То есть Чаще всего Люди смотрят неадекватно Ну воспринимают цель неадекватно То есть Либо они видят слона А это мышка Либо они видят мышку А это слон А это оказывается слон Да И вот моя задача Как раз и показать Что вот Давайте-ка мышку дорастим До слона Или слона Да Уменьшим до состояния мышки Хорошо Значит мы теперь поняли В чём разница Между целей и замыслом То есть замысел Легко трансформировать Да Человек легко входит В этот процесс И уже нету такого ощущения Отягощения какого-то Что ой это мне не по силам Это я не справлюсь Это там всё сложно И тяжело Да Хорошо Это один из вариантов Да Мы с вами ещё сталкиваемся В практике с тем Что человек приходит И он не знает Чего он хочет То есть вы понимаете Вот у всех там Да Уже есть сто целей И они уже приступили И эти цели уже реализуются Да А я мало того Что ещё ничего не реализую Так я ещё не знаю Чего я хочу В таком случае Вот вы говорили про колесо Колесо счастья Да Там 16 сфер Что это за колесо счастья Да Нам тоже приоткроете А я на самом деле Про него уже рассказывала В прошлом эфире У нас было То есть друзья Можно в прошлый эфир Заглянуть Да Да Но это правда было Давно Достаточно давно Да Там 16 сфер И они просто охватывают На мой взгляд Наиболее полно Сферы жизни Потому что есть там И баланс Там есть 4-6-8 целей И так далее Их там надо дробить Их перечислить Да Давайте перечислим Давайте перечислим основные Там например Любовь Семья Здоровье Работа Деньги Творчество Учёба Хобби Физическая активность Отдых Духовная сфера Отлично То есть вот человек Который не знает Чего он хочет Он приходит И вы его пускаете Через это колесо счастья Какие-то сферы Ему откликаются И он говорит Вот в этой сфере Я бы хотел На 45-м году жизни Построить там То-то-то-то-то Да И как вот нам теперь понять Как вообще Правильно Формулировать Эти самые цели Есть тоже технологии Опять же Эти технологии Скоучинга И многим известна Технология Смарт Есть технологии Зонолпилогические уровни То есть Есть очень много Технологий Как её сделать Давайте нам Хотя бы одну Прямо чтобы сегодня Слушателям Было понятно Что вот Эта технология Присутствует И она работает Ну вот Мне нравится Начать с конца Ну вы всегда Оригинал Начать с конца Представить свою цель Например Я хочу купить машину И представить Эта машина У меня есть Что я увижу Услышу Почувствую То есть Как я пойму Что я купила Ту машину Которую я хотела А то может быть Я завтра куплю Аку Это не то Может быть Я на Мерседес Хотела Это опять не то То есть Как бы в конце Представить Что я хочу В итоге Вот Начать с этого Следующий момент Который Подумать Вот это мне машина Зачем Вот какую потребность Она удовлетворяет Потому что Ну хотелка Или замысел Или цели Или еще 30 названий Того что мы хотим Зачем То есть Какую Базовую Чаще всего Это какая-то Базовая потребность Которую человек Хочет удовлетворить Потому что Если понимая потребности Возможно у нас Сразу и цель изменится То есть Нет смысла Покупать Ну Там не знаю Грубо говоря Одиннадцатый айфон Если мне нужен Просто телефон Чтоб он звонил Вот Да То есть Иногда нет смысла Выходить замуж Да Если тебе Нужен всего лишь Например регулярный секс Да Хорошо То есть Нужно вот эту потребность Понять Когда потребность Понимается Уже понимаем Нужна ли нам эта цель Либо мы берем Ну что-то полегче Что-то поболее Ну там Выходишь замуж Там столько обязанностей Там детей надо родить Дом Быть Там и так далее Налаживать отношения С родственниками Зачем Да Ну мы сразу же Проговорим За то Что мы-то с вами За семью Конечно За появление детей И за семейное счастье Да Чтобы нас правильно Сейчас понимали Да Да Чтобы разводов было меньше Потому что Действительно Почему выходит Опять что Смотрите Вопрос Мотивации возникает Я хочу выйти замуж Чтобы не остаться одной Да Это у нас мотивация Стратегия ухода от проблем И тоже это надо понимать Или я хочу выйти замуж Чтобы создать семью Родить детей Это совсем другая мотивация Это другая мотивация Тут даже вот уже Энергия другая идет Когда я даже просто Это проговариваю Хорошо А вот еще бывает так Знаете Вот Например Ты цель какую-то ставишь Там да Ну или замысел И при всем при этом Не определяешь какие-то Ну как бы там Ну определила Хорошо Это для тебя сейчас важно Да Но это может быть важно И через пять лет И там может быть это Ну если сейчас не сложилось Там через десять лет Там это же там машина Например Да То есть вот От срочности какой-то Определенной Это имеет значение Конечно Можно посмотреть Цель в каком квадрате Находится Важно срочно Важно не срочно Не срочно не важно Срочно не важно То есть это тоже Опять же мы понимаем Насколько у нас Примерно растягивается Если важно срочно Ну например Болит зуб Его нужно вылечить Понятно что мы идем И лечим зуб Да Если это не важно Не срочно Ну как бы смысл Этим вообще тоже заниматься Итак мы уже проговорили Про то что у нас Когда мы рассматриваем Изучаем свою цель Или задачу То мы смотрим Обязательно Какая же мотивация Лежит в основе Вот Этой самой цели Конечно Следующий этап Какой будет Про мотивацию Давайте еще расскажем Давайте Есть один момент Мотивация То Та на которой Я обычно работаю И рабочая Для этой цели Это тоже Чем это отличается Да Скажите нам Могут быть Разные картины То есть Например В своей обычной жизни Человека Мотивирует Ну предположим Внешняя Позитивная мотивация То есть внешняя Это то что влияет на человек Это например Люди Обстоятельства Возможности Круг общения Вот Позитивная То есть он идет Со стратегии К То есть вот мы там Познакомились Отлично Давайте сделаем проект Все вдохновились Пошли То есть это обычная Мотивация Ну как бы Чаще всего На той на которой он работает Например Он ставит цель Клиент ставит цель И эта мотивация Вообще может не сработать Потому что она не его На данную конкретную Цель На данную конкретную цель Он просто не встанет Не пойдет И не будет делать Например Отличные Цели Связанные со здоровьем Да Мы же все хотим Быть здоровыми Здоровыми Да Но что-то мало Кто профилактикой Это занимается Да Там мало кто Лет до 40 Думает о питании И здоровом образе жизни Ну как-то вроде Все еще ничего Да А вот когда уже Что-то происходит Включается Либо Внутренняя Негативная Информация Мотивация То есть уже реально Что-то болит И уже надо Что-то с этим делать Либо внешне Там например Кто-то из близких Заболел Или вот Ну со схожим Там например Возрастом И человек Хватается за голову Ну так-то меня Наверное Это тоже скоро ждет И уже начинает Что-то бегать Работать Вот Поэтому И у каждой Конкретной цели Нужно понимать Рабочую мотивацию То есть С той мотивацией Которой Я пойду Делать Соответственно Понимая мотивацию Я могу Себе Организовать ее Либо Дождаться Когда этот момент Созреет Да Когда Да Да Такая сложная тема Надо заметить Все что связано С мотивацией Это так непросто Да Потому что У нас же есть Наши ресурсы Да И у нас же есть В своей диагностике Я тоже смотрю Три части нас Которые в принципе Планируют Им надо как-то договориться У каждого Есть свой план И своя жизнь И свои уже Как это сказать Прописанные механизмы И надо же где-то Изыскивать ресурсы Вот Им нужно договориться Да Про ресурсы мы поговорим Давайте пока поговорим Зачем же нужно понимать Масштаб цели Опять же Нам нужно Это нам дает Понимание Того количества ресурсов Которые нам потребуются То есть Если В данный момент Я понимаю Что передо мной Мышка И это цель Первого уровня Иди и делай Ну как бы Смысл Ее дальше Расписывать Планировать Ходить Вздыхать Мечтать И так далее Если просто Надо встать И сделать Ну просто Не знаю Выйти И купить Не знаю Там себе телефон Да Там не роясь И не выбирая Там и так далее И не растягивая А если Понимаешь Что цель Глобальная Масштабная А на данный момент Ресурсов нет Это Не смысл Себя Как-то Ну как бы Ущемлять себя Или Ну такое слово Гнобить себя Да Или говорится Берись тряпка Нужно просто Понимать Что на данный момент Нет ресурсов Цель большая Нужно подготовиться Вера Вот смотрите Уже не первый раз Звучит слово ресурс Да Вообще Для чего Эти ресурсы Как провести ревизию Этих самых ресурсов Ресурсы Это то Что поможет нам Достичь цели Ресурсы бывают Как внешние Так внутренние Чаще всего Это все-таки У нас Мы работаем С внутренними ресурсами И в первую очередь Это энергия А энергия Мы знаем Что она у нас Бывает И физическая Да И мыслительная энергия И эмоциональная энергия Вот И вообще Даже сама энергетика человека Это тоже все энергия Вот И Наверное самое главное У нас в энергетике Это все-таки Здоровье Насколько мы здоровы А мы знаем Что Ну как бы В понятии здоровья У нас входит Не только физическое Но это и психологическое И духовное И социальное В том числе То есть насколько Полно здоровья То есть чем получается Оно его больше Ну как это сказать Здоровье Ты чувствуешь себя здоровее Даже не знаю Как это масло масляное Но тем больше у тебя Внутренних ресурсов Ну как бы Вот ресурсов вообще реализовать То есть чем Так Прямо как Вот например Есть цель Она все отлично прописана Осталось только Встать и делать А ресурсов нет Ну просто потому Что он может быть Неделю не спит Ну как бы уже Ничего и не надо Или в семье Что-то происходит Такое Что не до этого Не до этой цели Не до этой задачи Да-да-да-да Потому что ресурсы Уходят на другое Вот наверное Самое главное Чего мы не замечаем Это Когда вот Смотришь По количеству ресурсов Ну то есть вот например Я хочу Да Вот это же тоже ресурс Это же ментальная энергия Я хочу Нам ум Эго говорит Давай-давай-давай Бери и делай Дальше мы смотрим Могу Могу За могу у нас отвечает Тело И тело говорит Так Подожди Значит на данный момент У нас Магнитные волны Магнитные бури Там есть например Какие-то дефициты В организме Там предположим Есть воспаление То есть организм Занят какими-то Своими процессами Решением своих задач А там может быть Ещё ногу сломал человек Тут надо тоже ещё Заниматься И то есть организм Так говорит Подожди Какая цель Нам бы выжить Да Нам бы Эту работу Наладить Да У него другие программы Ну и вот есть третий Кто Я его называю Как бы третью часть Разума Которая в принципе Понимая Что хочет ум Что может тело В какой-то временной Перспективе Может сказать Ну так-то это возможно То есть так-то реально Ты сейчас подлечись Набери сил Выспись Витаминчиков Попей И через какое-то время Начнём Ну то есть это Какой-то вот такой Внутренний диалог У самого человека Со своим телом Умом Разумом Это как бы Надо договориться Надо договориться Найти компромисс Чтобы все сферы Наши Да Были готовы Реализовать Вот тот замысел Который Почему-то вдруг Актуален Да Вот здесь как-то Всё должно сложиться Как-то вот это действительно Очень такой интересный Механизм всегда И вот когда смотришь На каждую цель Она настолько индивидуальна И даже если С одной и той же целью Подойдут разные люди Это будет настолько индивидуально То есть кому-то Я могу порекомендовать Просто выспись А другому скажу Ну так-то ты что сидишь-то Уже надо пора идти делать Ну как бы да Это надо было вчера Уже сделать Ты тянешь Хорошо Вера А какие ещё есть препятствия При достижении цели? Вот я слышала Что какие-то есть три группы Да Я тоже их разделяю Как три На три группы такие Это легко преодолимые И соответственно Я так называю Что это работа коуча То есть например Нет режима дня Да Там неумение планировать Там цель не проработана То есть какие-то вот такие этапы Которые Может помочь Либо коуч Либо человек Который обладает И в принципе Сейчас интернет доступен Очень много информации В интернете То есть есть то Что с чем человек Может сам поработать Даже выспаться Но в принципе Он может сделать это сам То есть тут не надо Идти к специалисту Чтобы тебе сказали Да, выспись Конечно Вот Или там Ну например Если мы берём Такой же как ресурс питания То здесь скорее всего Здесь всё-таки Нужен специалист Это очень Такая тема Интересная Она интересная Да Казалось бы Она базовая Мне кажется Вообще первое Чему нужно научиться После того Как ходить Так это есть Правильно есть Да Чтобы энергия Это тоже была Потому что в принципе Мы знаем Что если пища тяжёлая Она тоже забирает энергию Опять скажет Так подожди Какая цель Нам надо тут переварить Пермешки Да Не до этого Не до этого А ты тут мир Собрался завоёвывать Вот Следующие Это средние сложности Это например Могут быть Межличностные Конфликты Да Либо это Есть какие-то Убеждения Которые мешают Уже В цели Даже например Лень Самосаботаж То есть это то Что в принципе Можно тоже Самостоятельно преодолеть Либо уже можно Идти к психологу Если это понимать Это вторая группа Да Это вторая И есть Такие Как бы такие Очень масштабные Препятствия Я их называю Сложно преодолимые Но потому что Здесь действительно Без Священника Психотерапевта Наверное Не разобраться И наверное Это такие Экзистациональные Какие-то Да Экзистальные Вопросы Это например Отсутствие базового Доверия к миру И например Недоверие К себе самому Вот Причём это два разных Вообще момента И они Прорабатываются Абсолютно по-разному То есть сначала Нужно Ну как мы знаем Как у детей Сначала формируется Базовое доверие К миру Да Там Где-то Испугался Откуда знаешь Где Вот Как это вытащить А вот это вот Получается На всю жизнь Влияет Вот Либо Доверие К самому К себе Даже к собственному Телу К собственным Возможностям Что это возможно То есть Вот это вот Очень такие Глубокие вопросы Которые Ниже секундные Их Может быть И за год И за два И за пять Не можно подойти У нас осталось всего семь минут Да И хотелось бы поговорить Вот Есть ли какая-то Особенность Если вот мы Например Изучили Да Какая у нас мотивация Мы знаем Что у нас Есть вот такие-то Ресурсы Мы понимаем Что можно Любое препятствие Преодолеть На это есть Эти самые ресурсы То Важно ли Например Когда ты начинаешь Приступать К реализации Своих замыслов Или Да хоть сегодня Встал и пошел Ну во-первых Это по ощущениям Да По уровню энергии Сколько хочется Обычно после тренингов Таких вот Мотивирующих программ Хочется делать Почему всегда рекомендуют В течение трех дней Что-то начать делать Потому что Есть этот заряд энергии Пока ты на нем едешь Да И что-то делать Я использую Два момента И вот сейчас я начала Их разделять Во-первых Это ритм года Который зависит От Года рождения То есть Есть естественные Подъемы и спады Энергии Но на мой взгляд Это больше Мужской подход Вот Хотя на женщинах Он тоже работает Второй подход Это планирование И с ним вот я Полгода назад Познакомилась И сейчас активно Экспериментирую В первую очередь На себе Это именно планирование По женскому циклу То есть у нас У женщин В течение цикла Есть тоже Естественные подъемы Энергии Это примерно Первые две недели После месячных И соответственно Потом естественный спад Когда энергии мало И как бы здесь Уже нет смысла начинать Надо начинать Когда энергия Сейчас пойдет Естественная Конечно можно Напиться кофе Выпить энергетик И так далее Но это все Не помогает Да Лучше на природных Естественных На естественных Источниках энергии Да И Ну вот например Опять же Планировать И заниматься Самоанализом Для женщин Очень хорошо Когда месячные Вот здесь как раз Какой-то такой Вот этап Самокопания И тут надо Вот самое то Сесть и как бы Планировать Что ты хочешь На следующий Ну на следующие Две недели То есть получается Все равно мы такие Да Все люди Это часть природы И цикличность Она присутствует Конечно мы цикличны Мы зависим День и ночь Утро и вечер От природы От сезона От магнитных бур От лунного календаря Так Как бы кто-то Просто это чувствует Просто кто-то не чувствует Вот и все Кто-то верит в это Кто-то не верит Но все иногда чувствуют Что есть естественное Вот я сегодня С утра встала Не знаю В три часа Я полна сил Почему я встала В три часа Ну как бы непонятно Ну я так понимаю Что есть Ну насильство На себя не укладываем Да То есть начинаем Что-то делать Да-да-да Просто какой-то Естественный подъем энергии Вот его как-то Постепенно Начинаешь чувствовать И замечать Отлично Ну что Хотелось бы еще поговорить О фильтре Мана Да Что это за штука такая И как мы ее используем У нас есть еще 4 минутки Ага Да То есть Можно свою цель Хорошо Или свое намерение Или свой замысел Это можно скачать В приложении Я его тоже скачала Я про него вычитала В книге Игоря Мана Я думаю Что слушатели мы знакомы Этот человек Называется Фильтр Мана Там всего 4 параметра По которым Там просто так Как этот Как этот Трекер Ставишь Куда надо И тебе выдается Действовать Подумай еще Даже не думай И так далее То есть Это вот какой-то Такой механизм Который самый быстрый Помогает Брать цель Не брать Ну как бы Реализовывать Не реализовывать Это просто Вот Это занимает 30 секунд И все Можно уже сразу Не заниматься Таким глубоким Анализом Хорошо Ну еще можно Свою цель Протестировать С помощью Твоей авторской Колоды Сколько это По времени Примерно Занимает Авторская колода Кстати Недаром Называется Чуйка Да Потому что Это все Такой интуит Надо чувствовать Надо ощущать Надо проживать Эту историю Ну да Это очень интересно Когда вот Все карточки Все выложишь И что-то из этого Нужно Какой-то вывод сделать Что-то увидеть Клиенту рассказать Причем Я сама проходила С тобой эту историю И тут больше Даже не ты рассказываешь Клиенту А клиент рассказывает Тебе Как он чувствует Свою цель Свою задачу Что ему Свойственно Что ему Несвойственно Ты всего лишь Являешься таким Ну как бы Экспертом Который сопровождает Его по этому Увлекательному пути Надежда Почаще Мы таких Клиентов Как ты Проработанных Знающих Психологик Да Когда человек Действительно Понимает Очень интересно Работать Очень приятно Работать И мы И действительно Проходят быстрее Тестирование Когда человек Не Ну как бы Это просто иногда Картинки И Ну как бы Я навожу Помогаю Увидеть Или рассказываю Что вот здесь Так 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 Исходя из анализа Долго Процесс рождения Вот этой колоды У тебя был На самом деле Он еще рождается Еще ты в процессе Да Началось все Три года назад С трех Колод Ну я имею ввиду С трех блоков У меня сейчас их 16 Вот Началось с трех блоков И вот они как-то Постепенно добавляются Потому что я понимаю Что вот этот еще Аспект есть Вот этот появляется Аспект То есть моя задача Это показать человеку Помочь человеку Принять решение Эту цель воплощать Сейчас воплощать Или чуть-чуть Подождать Либо просто От нее отказаться Ну потому что Ну как бы Нет смысла Вообще Шкурка выделки Не стоит Вообще конечно Сегодня мы говорили О целях Почему они не реализуются И увлекательная тема Почему реализуются У кого-то реализуются У кого-то нет Но мы помним о том Что мы сами цели себе нарезаем И также легко можем От них отказаться Если мы вдруг чувствуем Что это не наша цель Или цель сейчас Например не по ресурсам Да Ну что Поиграть в эту увлекательную игру Можно будет на фестивале Который у нас случится В нашем городе 9 февраля Смотрите это в социальных сетях Всю информацию получайте там А сегодня в программе Практическая психология У меня в гостях была Вера Тюлькина Коуч Целеполагание Магистр психологии И автор Коуч Колоды Чуйка Это была программа Практическая психология Мы же Сегодня говорили Почему же Наши цели Иногда не реализуются Вера спасибо вам большое За увлекательную историю Большое спасибо За приглашение Ну что Всем желаем добра Счастья Крепкого здоровья И очень надеемся Что все ваши цели Которые вы себе запланировали Вы найдете ресурсы Чтобы их реализовать Чтобы все В вашей жизни Было именно таким образом Каким вы загадали И задумали Всем любви, здоровья И счастья Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова